итак здорово пацаны у нас сегодня в гостях алексей алексей наш давний знакомый снимался в разных клипах у нас могли увидеть а сейчас он на данный момент в командировке находится в белоруссии а сейчас приехал в отпуск и вот мы как бы встретились и решили записать небольшое тут интервью о том о сём о делах наших суровых тут какие происходят в россии в дружественной белоруссии и вообще как дела обстоят у нас ну лег говори как есть что ты думаешь про вот эти вот движухи белоруссии лодку раскачивают пытаются подвинуть ну так это серьезно что лукаш такой тиран там и вообще немыслимый на всех души там там жизни не дает там лично я на себе не заметил тем более россиянин этом командировке нахожусь как я могу на себе это ощутить за коммуналку я не плачу там за меня это квартиру контора снимает ну слушай менты например по крайней мере не беспредельно правда первый раз меня менты задержали за всю жизнь это только там до этого но в россии ни разу не ловили а поймали то что я дорогу на красный свет переходил даже снимали в машине записывали и чё штраф выписали до 2 до 1 базу 25 белорусских рублей но как блин слушай но а вот этого отвезли прям в ровд блять оформили все протокол выписали там видеофиксацию я там тоже повыебался они говорят давай паспорт я говорю нет говорит но нам отсканить надо я говорю нет только сам пойду сказать не она вот эти вот бойни что там показывали в интернете там какие-то мочилова какие-то дикие первые начали протестующие по крайней мере так видно по камерам наблюдения то есть прям запись не обрезаны то есть все там сначала там с 9 вечера идет как и вот идет идет и там начинают первых протестующие страны понеслась а то есть они спровоцировали а потом просто приказ пришел жестко подавить и жесткой подавили а так видно было кто это вообще простой народ или это опять нанятые какие-то блять чувак были 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 все каждый как говорится твари по паре там и простые люди и были провокаторы даже сама оппозиция ну по крайней мере вот от людей которые такие негативно правительству лукашенко относятся даже они говорили ну да провокации были но говорит это типа могли быть провокации типа менты подкупили людей специально чтобы спровоцировать чтобы там даже такие теории строить о закручена да то есть короче подсадной человек от ментов переодеты в гражданку там блять элемент и он специальных начинал кидать камни чтобы типа омон пошел на людей так такие теории безумные несутся всем правда мы никогда не узнаем это точно а кто такая тихановская вообще откуда вообще взялась но это типа ты вот вообще можешь поверить баба президент в белоруссии что вы все за нее там начали голосовать орать там типа в иди давай нам бабу давай нам бабу ты степа григорьич плохой вот не так она с это изначально что не собиралась типа президентом становиться это потом она звезду поймала как она там по совбезам покаталась по оон там его слушал а макроном смерти не делась она там прет короче ну сейчас да то она говорила типа я нет я все уже обуха бухает нет да вроде нет ну то есть она вообще типа как про нее говорят типа она там домохозяйка была работала то есть от политики вообще далекий человек было тут у нее просто мужа посадили эти поможет блогеры за и он типа вот этот вот муж он себе профессию другую не мог найти какой-то маршрую когда я артам влечу он уже была какая-то типа он в россии же работал а потом что-то решил вернуться видно кто-то денег подкинула но у него типа говорят деньги нашли но типа оппозиции считает что эти деньги подкинули там 900 тысяч долларов потому что типа милиция два раза обыскивают только на второй раз нашла типа эта хуйня подставная но 900 тысяч долларов блять деньги не маленькие эти скалы не маленькие конечно я тут нормально бы устроился с таким бомбом да и ты наверно тоже как бы и даже блок свой тоже бы завел на хрен снимал как все в россии плохо да и даже далеко не ездил вот как в орле все плода только все время разные типы называл бы вот это саратов вот это тамбов вот так вот вокруг крутился где-нибудь на выгонки в разные места в орле есть можно любой город обозначить так что хуй узнает как бы поначалу да было много недовольных сейчас успокоились сейчас остались такие прям только приверженцы короче они до сих пор там будут ну уходят в основном сейчас по лесам прячется по лесам да лесными братьями стали в центре уже их так много не собирается они там с флагами в лесу короче стоят маршируют там по лесу ну по вечерам иногда там выходят где-то в районе человек 50 соберутся пройдут по району с криками там живи беларусь там лукашенко тарака там еще какая-то херня ну скучно людям вот зимой даже у них часто минус 25 на сколько они идейные а на что они живут наверное работает кто-то фрилансер там кто-то не знаю какой программист или опять же им короче за бугра бабло шлют а сейчас навряд ли уже уже все уже закончила с донат и закончить не прокатило перестал вам наличали на этом все закончил уже но если он лёшку навального с германией уже спроводили его сопровождали то на машине а чтобы он никуда не съебался ты не затерялся в германии и в лесах а чё зачем вообще такой был обученном там германии сделал такого то хрен узнает на типа все хорош полетился бесплатно давай обратно в россию отрабатывать денежки о как даже хер знает что за чок блять то есть сидел там все спокойно в германии что-то видел записывал а тут за нашими вам не показал что он типа это как на мученика уже тянет сакральную жертву типа но типа того уж прибьют его там сейчас матросской тишине матросской тишине матросской тишине пока все тихо я навален там он базарит типа выходите все там какого-то числа там на улице и начинаете а что что начинать что делать-то надо бухать что надо делать власть переворачивать как он говорит куда ты нахер перевернешь чтобы все в кредита по уши ну вот он их отменить как у нас отметить как бы расскажет банком все отменяются не ну ты здравый человек как может быть навалит это он да говорит это же посторонняя отменит тут у на кредиты ипотеки пусть еще он же шката к власти придет он говорит все будет заебись ребят вы только меня говорит только поставьте на крон я говорит вам все устрою я даже не даже я не представляю как это он все устроит но то говорить типа столы на кровь я говорю хуй знает полем бухать целый год беспробудно за чей счет непонятно работать не будет почему у нас есть газ нефть золото сколько ископаемых у нас для целая сибирь каждого по скважине в каждом по шахте даст место те в сибири скажет все разрабатывай здесь добывай не ковыряясь понятно с армией как он будет разруливать а ему присягу теперь надо будет давать непонятно вот в этот момент вот не вообще не понятно как вот что купит армии скажет я вам зарплата больше сделаю хоть хуй не приду а москву в навалинск переименуем навальск неплохо похорошела москва при навальске хорошего вас там при навальске вообще отлично площадь навального проспект навального чё там сразу наверно ракеты в космос полетят пригожин на столу научиться там лучше на английском говорить или кто там у нас постоянно на английском а слушай чё хотел спросить ты там поближе чё там серьезно литва собралась белоруссию переименовывать во что-то там да и блять тихановская там что-то опять вы сразу опять тихановская ну да это вообще что она бухает такие мысли могут его бухов человек с перепоя были и вот проснулся с перепоя такой и вот и блять типа а че прилетели вот когда там она такой давайте перемену белоруссию но протестов нет надо какую-то движуху создавать вот пошла в правительство литвы горит переименуйте мне говорит не нравится как перевод я не хочу даже в беларуси хочу типа с литовского получается если переводе с литовского как и литовцы называют беларусь получается переводится на как белая руси а там типа если говорить беларусь нужно немного по-другому типа изменить вот она говорит изменить все так официальные документы фуенты и так далее вот и переименуйте нас и сами научитесь еще и паспорта всем поменять да надо будет мне у них там электронный паспорта сейчас готовится у них вот у нас москвичи в этом году начнут получать электронные паспорта я слышал начнут там полную полностью будет сетчатка зашито твой отпечаток роспись надо будет снил скурился вся шляпа за то есть короче когда делаешь визу же биометрию делать не надо будет а в паспорте она вот такая помнишь как этот лилл удалось мульти паспорт ну да я биометрию проходил то на юге слушали он каждый день на станцию ухожу у вас осталось и сетчатку читает для более там какие-то секретные а если у тебя глаза выру я смогу пройти может быть наверно наверно я в кино увидел там глаза кому-то вырвали я не знаю типа как аппаратура там на станции работы живые она глаза считывает или но насчитывает вроде как их типа рисунок именно рисунок то есть возможно тогда все-таки глаза выдрать пройти и там что-нибудь натворим он у меня в телефоне фейс айди также но он у меня лицо правда вырвал глаза пошел пасал в реактор короче все теракт у меня допуска в реактор нет у меня допуск только зайти на территорию пошел дальше у кого не глаза вырвал вырвать до вырвал сразу за головами отрезать какая подойдет подставляли все от правда лукаш орал там мы теперь ядерная держа а с этим он до переборщил тельщины на все вообразил то есть ядерная ракета типа из-за отходов из реактора начнем бомбы клепать всем 8 что это вроде реактор типа рбмк мог нарабатывать оружейный плутоник да но именно прям специальный который нужен для типа ракет что-то такое если там заморочится можно из урана сердца атомная станция она не взрывается например как те же самые атомные бомбы там немного другое действие тем более это когда взрывается атомная бомба там радиация на быстрее рассеивается почему например вот хиросима и нагасаки там сейчас нормально вполне живут это просто разные там ураны я особо в эти подробности не вдавался так читал смотрел передачку а через период распада сколько лет помню ну когда-то заинтересовался прям статью ну там что-то хера лет короче а тут тут говорят у нас подболхом какой-то могильник а сейчас типа уже период полураспада нет топлива если топлива то топлива долго распадается она долго на хранениях находится типа и могильники ну представление обычных людей могильник это что пришли типа закопали землю и там специальное хранилище есть два вида сухой и мокрый то есть специальных контейнеров хранится и понятно дело я как смотрел фильм там как в германии начали эти контейнеры уже там этот в чернобыле хотят вроде свалку один типа если засран давайте уж окончательно за стрела свозить оттуда с европы на ткань к это конечно очень круто они же крышку сделали новую саркофагом на крыле ну вот типа отрабатывайте платки это международный проект хотя украина может на этом бабло поднять там не слабо да если она вступит в евросоюз а на этом бабло не подниму да будет скажет ребят вы теперь с нами все вам и вот вот у вас здесь мы свалку сделаем а вы там как хотите короче будет как болгария как болгарии ничего их него не осталось остались бунгало и софия больше ничего ладно лег короче вот оценочку быстренько дайте вот там в трех словах как дела обстоятельства стоят в беларуси я уж там месяц не был месяц тут тут тусусь но когда выезжал как бы в принципе живут люди стараются как-то выжить то есть обычный средний человек живет там нормально не хуже чем мы здесь живем без всяких потрясений таких ну хрен узнать но вот ребят который на атомной станции работают им принципе что нормально они них зарплата вот я с кем общаюсь да там от 1000 рублей и выше как вот они на данной станции работают но это переводе на наши на 30 умножать ну плюс всякие еще у них перед новым годом премии выплачивали за запуск там еще за что-то там в размере одного оклада там еще чуть-чуть но в целом народ там бодрится упаднических настроений нету блять те кто работал продолжает работать кому них у делать и не ходит как бы поначалу дата в августе выходили все даже и кто на предприятии работал там и грозились там и увольнениями начальства если заметим вас на митинге там или поймают уволим с работы были такие прецеденты как бы увольняли людей да но это прям я считаю уж я думаю перебор но вышел на митинг 100 ну конечно мы говорим приезжал блять на завод на этот на им закатай тяготие делали охуел там кто-то ему стал бы вытрекнул застрелись если ты офицер ахахахаха и батя думай нихуев мужика яйца стали такое блять диктатору узурпатору крикнуть короче блять батька сказал всем мыть руки мылю и молюсь пропали и молюсь